Ну что, сохранить-то реально? Кто у нас ответит на этот вопрос? Реально, значит, там вот из стенок... Подожди, реально. Реально-то понятно, а цена вопроса какая будет? Вы молодцы. Значит, деньги не ищете, ничего не делаете, только задачи ставите реально. А вот сколько это реально будет? На сегодняшний день здание, соответственно, можно восстановить. Составляет она площадью 2500 квадратных метров. Часть конструкции разбирается, конкретно вот этот участок усиляет фундаментом. На сегодняшний момент здесь между первым и вторым, и вторым и третьим уже перекрытие железобетонное сделано, было усиление. Стоимость восстановления этого здания, без учета его отделки, с восстановлением фасад, двух фасадов с двух сторон, полностью укрепление фундамента, замену кровли и закрытие всего контура составляет 120 миллионов без НДС, 144 миллиона с НДС. Получается, что стоимость квадратного метра с учетом 2500 34 квадратных метра составляет 56 тысяч рублей квадратный метр. Ну, это без отделки. Это без отделки. А с отделкой сколько будет? Вот, на отделку здесь стоимость будет зависеть от приспособления этого здания, в зависимости, кто будет в нем находиться, соответственно, какие будут актовые залы. Понятно, но диапазон какой-то, вы же как человек профессиональный в этой сфере можете от дома? Диапазон этой отделки будет составлять порядка 70 миллионов рублей. А если на метр это? Две с половиной тысячи тысяч рублей. Да, получается порядка 25 тысяч в квадратный метр. В сумме тогда у нас с вами получится 80 тысяч в квадратный метр. А сколько у нас стоит новое строительство? Новое строительство у нас здание образовательных учреждений стоит от 36 до 40. 500 тысяч в квадратный метр. То есть, иными словами, стоимость восстановления этого здания нам обойдется в два раза дороже. В два раза дороже. Укрепление – это не возведение нового здания. И здесь, когда мы говорим о реставрации, здесь нет тех, вот во всяком случае отсюда, смотрю, может быть, вот журналисты высмотрят, элементов, которые надо кисточкой вот так вот брать и обрабатывать. Ну, что делается? Если мы собираемся кого-то обогащать, так скажите, у нас с вами 23 объекта вошло в подготовку проектной документации из памятников историко-культурного наследия. Мы никогда их не восстановим, потому что при таких расценках они все будут стоить у нас как минимум в два-три раза дороже, чем если новые здания будем строить. НДС 20 процентов, а работают как индивидуальное частное предприятие. А там какой процент? 6. А вы заложили сюда 20. Вот вам уже 16 процентов, Валерий Васильевич, понимаете, о чем речь идет? Дальше у вас, я посмотрел, краем глаза материалы, вы посмотрите, там около 10 процентов у вас уже заложено и архитектурное сопровождение, и надзор, и то, и другое, и третье, друзья. Вы к этому столько прилепили присосок и непричастных, ну не потянем мы это. Это в любом случае деньги налогоплательщиков. У нас серьезные задачи стоят. Мы начали с вами обсуждать первый объект, который в стадии завершения в плане проектной документации. Дальше будем двигаться только после того, когда профессионально оценят ваши проектные наработки. Не повторяйте то, что у нас произошло с ТЮЗом. Отдали этот проект правоохранительным органам на оценку. И как только повезли документацию до Дзержинского, все наупало в два раза. Здесь задача не осваивать деньги, а спасти объект историко-культурного назначения. С другой стороны, вы учтите, что вот еще он год так вот постоит, и будет куча кирпича. Давайте мы, короче говоря, вернемся к этой теме. Как только вы по совести все это сделаете, но при этом профессионально, будем говорить. А так иначе вы все сидите в очередь и ждете. И каждый от этого потихонечку откусывает. Субтитры сделал DimaTorzok